МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы увидели болото и говорили, давайте ее утопим. Но мы думали, что... Саша, например, за кем его, да? Челлер. Челлер, челлер. Кого утопим? Аню. За что? Ну, вот они поспорили, и она со психу так сказала. Кристина захотела, чтобы ей порезать вены. Саша сказала, что она сейчас найдет острое стекло. Она нашла иголку от дерева, дала Кристине, Кристина начала Ане руку резать, а у нее не получилось. Получились только царапины. Потом Саша захотел ее закопать заживо. Саша ей еще вот сюда вот ударил, ну, под кем и прям прыгнула ей двумя ногами. Челлер, да? Да. И вот потом мы, ну, пошли, скорлели на вперед, и Саша выкругла путь, и говорит, что она вздохла. Эти показания впервые звучат публично. Школьницы рассказывают об убийстве спокойно и где-то даже монотонно. Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, значит, смерть Ткаченко наступила от утопления. Полосовидное осаднение свидетельствует о том, что несовершеннолетние Ткаченко пытались удушить. Полиция вышла с заявлением в суд о том, что девочек нужно отправить в спецшколу для трудновоспитуемых детей. Причем такое наказание грозит лишь двум из трех подозреваемых – Кристине и Каролине. Десятилетняя Саша останется под опекой родителей. Для спецшколы она еще маленькая. Мы вообще решили дом продать и переехать пока временно в другой районе. А у вас решение ребенка Александр? Ну, я договорилась в школу вообще-то, в художественную отправить. В качестве свидетелей в этом гражданском деле выступают учителя, которые девочек характеризуют в целом положительно. Да, учились слабо, но дисциплину особо не нарушали, уроков не прогуливали. И как смогли школьницы решиться на преднамеренное убийство, теперь никто понять не может. Суд решил заявление управления внутренним делом города Казахстана и Казахстана в области удовлетворить на праздник с 8-летнего Дакимова Кристину Алексеевну 23 апреля 2002 года рождения в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением. Кристина и Каролина на год отправятся в спецшколу, расположенную в 100 километрах от Караганды. Родители девочек тоже наказали штрафом в 34 тысячи тенге за плохое воспитание детей. Следствие по делу об убийстве Ани Ткаченко все еще идет, но в ближайшем будущем оно будет прекращено, в связи с тем, что подозреваемые малы для уголовной ответственности. Алия Сыздыкова, Иркюл Антой Болдин, 7 канал Караганда.